В последнее время многие были взбудоражены сообщением НАСА о том, что якобы найденное 13-е зодиакальное созвездие Змееносца переворачивают все представления астрологов, и что им ничего не остается делать, кроме как поменять все свои представления и, в общем-то, многим из них отказаться от своих собственных занятий. Наверное, это было сделано для того, чтобы очередной черный пиар против астрологов организовать. Ну, собственно говоря, рассчитано, конечно, на то, что люди ничего об этом не знают, однако данное сообщение, оно не первое и даже не десятое. С 90-х годов такое объявление было уже неоднократно опубликовано. Мне уже приходилось на эти вопросы отвечать. Ну, например, что будут делать астрологи после того, как введут 13-е знак зодиака, и действительно ли их 13-е, что созвездия сместились зодиакальные, что теперь на месте, скажем, Овна зодиакальное созвездие Рыб появилось. И как на это необходимо отвечать? Ну, ответы на них, на эти вопросы астрологи очень давно уже приготовили. Дело в том, что созвездие Змееносца было введено в атлас Птолемея еще во втором веке нашей эры, и называлось оно по-гречески Офиухос, собственно говоря, то же самое, что мы сейчас называем Змееносец, по-латыни это Серпентариус. Поэтому то, что зодиакальных созвездий не 12, а 13, это, в общем, давно было известно. Почему это не использовалось? Ну, во-первых, потому что астрологи всегда имели дело с 12 секторами на небе, которые назывались знаками зодиака. Они знали о том, что созвездие 13, в общем, даже не 13, а 14, есть еще созвездие Кита, в котором Солнце находится, и планета проходит где-то в мае месяце, и эти созвездия постоянно смещаются относительно времен года. То есть они сейчас не там, где находились 2000 лет назад, и уж тем более не там, где находились 4-5 тысяч лет назад. Такое явление называется прецессия. Это очень медленное смещение звездного неба относительно времен года, и, собственно говоря, каждое созвездие смещается за астрономически огромный срок, за 2000 лет. Но мы не живем такое количество времени, даже библейские патриархи не могли этим похвастаться. Библейский Моффасаил, например, прожил всего 969 лет. Поэтому учитывать их в расчетах, наверное, все-таки нужно будет тогда, когда люди станут жить, ну, смехотворно малый срок, скажем, лет в тысячу, не меньше. А пока мы не живем такое количество лет, нам это, в общем-то, знать и не очень-то обязательно. Хотя в мировых прогнозах астрологи всегда это учитывали. Правда, есть индийская астрология, ведическая, так называемая, которая учитывает реальные, скажем, изменившиеся созвездия зодиакальные относительно времен года и имеет дело вот как раз с тем самым прецессионным циклом. Так что астрологи на эту тему уже давным-давно высказались. Это первое. Мне приходилось неоднократно писать на эту тему. И, начиная с 90-го года, созвездие Змееносца мною лично было включалось постоянно в рассмотрение в любых гороскопах. В 2012 году была переиздана моя книга под названием «Двойное кольцо зодиака». Вот такая книжка, в котором созвездие Змееносца также было описано. Оно находится, созвездие Змееносца, между Скорпионом и Стрельцом. Поэтому символически Солнце находится там приблизительно в период от 20-го до 24-го ноября. Ну, плюс-минус несколько дней от этой даты. Следовательно, вот людей, рожденных в это время, можно назвать Змееносцами. И иногда они также проявляются, как Змееносцы. У древнеперсидских астрологов была разработана целая система, так называемого «двойного зодиака». Границы между зодиакальными знаками заняты вот этими еще 12-ю другими знаками зодиака, которые названы верхними или высшими зодиакальными знаками. Правда, письменности эти древнеперсидские астрологи не оставили. Они вообще презирали письменность. Считали, что, в общем, любое письменное слово можно исказить. Что это вообще чуть ли не творение дьявола. И поэтому мы знаем это только в изустной традиции так называемых зерванитов. То есть, хранителей древнего учения пророка Заратушка. Зарастрица. В общем, от них пошло понятие о том, что знаков на самом деле может быть 24. И иногда, иногда у некоторых людей это проявляется. 24, собственно говоря, число действительно очень древнее. И случайно в каждых сутках 24 часа. И они делились на дневные и ночные. Почему это так? Откуда эта традиция берет свое начало? Вот как раз, исходя из древнеперсидских учений, собственно говоря, она имеет отношение к этому, к этой традиции. Причем мы даже можем провести аналогию с откровением святого Иоанна, последней книгой Библии. В котором написано, что 24 старца, каждый из которых связан, потом в комментариях написано, с одним из часов в суток, окружают трон небесного Агнца. То есть, в общем, Иисус Христа. Это 24 часа. Символически этот текст связан с тем, что каждому человеку все 24 часа в сутки нужно ждать, скажем, либо небесной кары, либо быть готовым к тому, что с тебя спросят за все твои дела. Ну, в том числе и такое толкование можно этому дать. Итак, 24 созвездия верхнего и нижнего зодиака делятся на две части. 12 из них всем известные овен, телец, близнецы, а 12 других это так называемые верхние зодиакальные знаки, которые находятся в промежутке, иногда, вернее, проявляются промежутки между всеми известными зодиакальными знаками. Мы их можем перечислить. Первым из них является зодиакальное созвездие Часы. Это созвездие находится между рыбами и овном. И даты этого созвездия приблизительно около 20-21 марта, то есть вблизи весеннего равноденствия. Следующее созвездие – созвездие Кита, около 20-21 апреля. После них идет созвездие Охотника или Спящего Рыцаря. Это около 20-23 мая. Там находятся солнца, даты вот такие. И следующее созвездие – созвездие Корабль. Время корабля – это 20-23 июня. Война началась. Две Великих войны начались в то время, когда наступило время корабля. Корабля аргонавтов. И следующее созвездие – это Колесница. По-другому – это Большая Медведица. Даты данного созвездия – это от 21 до 24 или 25 июля. После него следует созвездие Рыцаря. От 21 до 24 августа. Потом созвездие Ворона. Видите, какие странные названия. От 22 до 25, приблизительно, октября. И вот после созвездия Ворона наступает знак Змееносца. Вот то самое созвездие, о котором мы говорим сейчас. Но после Змееносца древние знали еще о созвездии Дерева. Древо жизни. Оно было связано с датами приблизительно от 20 до 24 декабря. И потом, после этого, последние два созвездия – это Сфинкс. Очень интересное созвездие, с загадками разными связано. Приблизительно около 20 января. 19, 20, 21 января. И последнее самое созвездие – это Крылатый Конь или Пегас. Около 19 февраля. 17, 18, 19, 20 февраля приблизительно. Вот вам 12 созвездий Высшего Зодиака. Необходимо отметить, что иногда характерные черты, связанные с каждым из этих 12 созвездий Верхнего Зодиака, проявляются у людей, рожденных на границе двух зодиакальных знаков. Вот таких людей можно смело называть пограничниками. Хотя к погранвойскам они не имеют никакого отношения. Они другие пограничники. Они пограничники звездные. Почему? Потому что к ним очень трудно применить характеристики того или другого близлежащего знака. Они в данном случае по характеру неуловимые. И в жизни таких людей всегда происходят странные загадочные события. Но для этого необходимо, чтобы в их гороскопе на границе знаков проявилось не одно только Солнце, не одна дата рождения. А вот в самом личном гороскопе, который строится на момент рождения, на границе знаков было хотя бы две или три планеты. Тогда характеристика Верхнего Зодиака обязательно проявится. Или, по крайней мере, у нее есть гораздо больше шансов проявиться. Но такие люди обладают особыми характеристиками, особыми качествами. Такие люди, они, скажем так, во многом игроки в жизни. Они всегда ждут какого-то нового шанса. Они другие. Даже когда в их жизни происходит много плохого, в последний момент судьба всегда подкидывает им какой-то другой новый шанс, которого они могут ждать. И многие из них дожидаются такого шанса. У каждого из этих созвездий есть свои особые характеристики, особые приметы. Но когда-нибудь мы об этом тоже поговорим. А сейчас мы вернемся к нашему главному предмету сегодняшней встречи, то бишь созвездию Змееносца. Итак, Змееносец. Афиухус по-гречески или Серпентариус по-латыни. Характеристика этого созвездия мифологически связана с богом врачевания Асклепия, который возомнил себя тем, кто воскрешает из мертвых людей. И за это Зевс его испепелил молнией, а потом бог Аполлон, он был его отцом, воскресил и сделал его великим врачевателем. Такой вот был миф. Кстати, между прочим, он считался покровителем всех врачей древности. И до сих пор вот эта чаша со змеей, известная, она является символом медицины, она являлась атрибутами как раз этого самого бога Асклепия. Итак, в этом мифе очень четко отразилась как раз характеристика данного созвездия. То бишь, испепеление, человек, который доходит до крайности, возомнил о себе очень многое, потом после этого возрождается из пепла. Такая характеристика у змееносцев действительно есть. Такие люди, даже доходя до крайности, даже после самых тяжелых испытаний, таких испытаний, после которых многие другие люди не выдерживают и умирают, либо становятся инвалидами, либо беспомощными существами, такие люди всегда возрождаются. И получают новый шанс в жизни. И получают они во всех смыслах этого слова. Они даже могут начать новую жизнь. Жизнь с нуля. И как змея, которая меняет свою кожу, змея вылезает из старой шкуры, старой кожи, она символически возрождается таким образом. Также и змееносец, человек, рожденный под знаком змееносца, может начать новую жизнь. Может сжечь свою, вот эту всю старую жизнь и начать ее с нуля, зачеркнуть, получить новое имя. Некоторые из них получали новое имя. Под этим новым именем проживали совершенно другую жизнь. Наверное, для шпионов это хорошо. Таким людям дается несколько шансов в жизни. Вот действительно, сгорание и возрождение в новом качестве – это характерная черта змееносцев. Еще один образ – мифологическая птица феникс, тесно связанная с образом осклепия. Уже этот миф родился в свое время в Древнем Египте и дошел до наших дней. Помните, эта птица, которая жила до поры до времени, потом сгорала до отла и снова возрождалась из пепла. Это то же самое. Значит, у любого змееносца есть шанс возродиться. И были такие люди, были примеры, из древности даже примеры. И до наших дней вот такие примеры существуют, которые можно привести как проявление типичных черт змееносца. Обычно это бывает у людей, которые рождены как раз в числа перехода от скорпиона к стрельцу, то есть около 22 ноября. Одним из таких людей был знаменитый генерал Шарль де Голь, который впоследствии стал президентом Французской республики. Вот его жизнь, вся его жизнь, она была связана как раз с тем самым мифом змееносца, который проигрался в последний раз у него в 45-м году, когда он, боевой генерал, герой, самый главный герой сопротивления французского, становится премьер-министром Франции, но очень ненадолго. А потом он был безжалостно уволен в отставку и в течение 13 лет он жил как частное лицо. Практически ни у одного человека или мало у кого появляется шанс возродиться из политического небытия уже почти в 70 лет. А вот он сумел это сделать, и причем не просто сумел, у него появился такой шанс, который использовал не только он, но и вся Франция. Он стал одним из самых блистательных президентов Французской республики. Он изменил конституцию Франции. До сих пор Франция живет по его де Голевской конституции. Он провел 10 лет, блистательно провел, почти до 80 лет дожил. И сам про себя говорил, я президент монархического типа или монарх типа президента. Говорил он про себя. Вот такой змееносец. У змееносца, подобного Шарль-Лю-Голи, всегда есть шанс. И только надо этим шансом воспользоваться. Многие змееносцы своим шансом не воспользовались в жизни. И так и умирали с огромными шансами, но без реализации. Такие тоже были люди. Но для этого нужна храбрость, для этого нужна определенная смелость, для этого нужны определенные особенности характерологические, которые у де Голля были, но были не у всех. Еще один пример. Царь Митридат, владыка понтийского царства. Весь практически берег Черного моря, особенно в восточной части, принадлежал ему. У него была огромная империя. Он владел большой, огромной территорией. В течение ряда лет, почти 50 лет, он воевал с Римом, который к тому времени возрождался и организовал завоевательные походы на восток. У него было 4 войны с Римом. Каждый раз. У него он сначала выигрывал, а потом был разбит. Каждый раз практически он возрождал свою империю из пепла. Собирал ее, организовывал снова походы на Рим. Снова сначала выигрывал, а потом проигрывал. И в конечном итоге окончательно проиграл, уже будучи 70-летним стариком. И покончил с собой на территории Крыма. Гора Метеридат, которая находится в Керчи сейчас, она связана с именем этого великого царя. Кстати говоря, очень интересно, что с ним также связана символика змей, змеиного яда. Он долгие годы пробовал всевозможные яды на себе, чтобы выработать иммунитет против них. И в конечном итоге, уже на склоне лет, вот такая ирония судьбы, он пытался покончить с собой посредством яда. Но ни один яд его не брал. Так что пришлось ему покончить с собой другим способом. Броситься на меч. Это еще один змееносец. Ему судьба давала аж 4 шанса, каждым из которых он пытался распорядиться, но, к сожалению, безуспешно. Вот такие змееносцы существовали в течение исторического периода, с глубокой древности до нашего времени. Кстати, интересно, многие из них были не чужды медицине. Тот же самый Метеридат или еще один пример. Владимир Иванович Даль. Один великий русский автор словаря русского языка в 4 томах. Этот человек, не имевший практически ни капли русской крови, был одним из самых лучших знатоков русского языка. И вот что интересно. Начинал он как врач. Причем врач очень известный. Именно он был у смертного на смертном одре у Пушкина. Он принял его последние минуты жизни. Ему Пушкин подарил свой собственный талисман перский, который потом хранил всю свою жизнь. После этого врача он долгое время был не при делах совершенно и стал чиновником. Чиновник он тоже был не очень успешный. И казалось бы, на этом можно было поставить крест. Уехал в имение и живи себе нормально. Однако он после этого стал еще и знаменитым писателем. И вот как раз стал автором словаря русского языка. Еще один шанс прославиться у него был. И он его использовал. И наконец последний шанс. Уже после того, как он на склоне лета, он был под 80 лет, он стал заниматься оккультизмом, спиритическими явлениями. И тоже в этом достиг больших успехов. Вот вам, пожалуйста, еще один змеиносец. Несколько жизней в одно. Такие характеристики у данного знака существуют. Но есть и у змеиносца еще одно проявление. К сожалению, весьма негативное. Оно связано с персидскими мифами, описанными в Шахнаме у знаменитого Фердауси. А также еще и в книгах Овесты. С этим созвездием связан образ одного из самых зловещих персонажей древнеперсидской мифологии. Царя Ашдахака, который был обольщен дьяволом. И тот в обмен на его исцеление даровал ему бессмертие. Но вместе с этим бессмертием у этого царя произошло вселение дьявола. И у него из плеч начали расти змеи. И как бы он их не отрубал, этих змей, они снова вырастали. И после этого явился ему снова дьявол и сказал, это в мифе так написано, этих змей победить невозможно, но они могут дать тебе большую жизнь, чуть ли не бессмертие, если ты их будешь кормить мозгами юношей. Так царь Ашдахак и делал и прожил он тысячу лет, даже больше, чем библейский Мафасаил. В результате этого Ашдахака с ним ничего не оставалось делать, кроме как его свергнуть и в общем заключить, поскольку он был бессмертен, заключить его в жерло вулкана. Вулкана Дамавант, который находится сейчас на юге Каспийского моря. Это такой был миф. И вот считается, что когда он проснется, этот Ашдахак скованный, вот тогда на земле будет чуть ли не апокалипсис вернется и впоследствии это будет связано со страшным судом над человечеством. Но когда это будет, Бог его знает. Вернее, один Господь это ведает. Вот такая древняя история, выраженная в мифе. О чем это говорит? Это говорит также о том, что змееносец это символ обольщений. Но данные обольщения бывают у людей, рожденных под знаком змееносца, которые очень часто хотят как лучше, а получается у них по черномырдену как всегда. Действительно, желание ускорить прогресс приводит к тому, что люди возвращаются, наоборот, к регрессу и к упадку. Это такое бывает. Самые добрые намерения, лучшими намерениями выслана дорога в ад. Вот, собственно говоря, у таких людей именно так и происходит. И они очень часто обольщаются хорошими надеждами, прекрасными планами, какими-то традиционными преобразованиями и прочее, прочее. А в конечном итоге получается то, что мы видим сейчас уже в реальности. Особенно эти проявления змееносца видны в событиях мирового масштаба. Как правило, в то самое время, когда планеты, особенно дальние, находятся на границе скорпиона и стрельца, как раз и символически включается то самое созвездие змееносца. И очень многие события с ним связаны, и на Земле проигрываются. События, как правило, связаны с искушениями, с ускорениями каких-то жизненных процессов, с тем, что некоторые политические деятели хотят как лучше, а получаются они, то, как говорил Черноморин, как всегда. В это время появляется огромная возможность искушений, обольщений, за которые потом придется платить непомерно большую цену. Ну, например, обольщение легким выигрышем или быстрой победой, которая оборачивается в конечном итоге ужасающим крахом. Такие ситуации в истории неоднократно проигрывались. И действительно, когда планеты там находились, у многих людей появлялась надежда на то, что вот сейчас что-то произойдет, сейчас будет что-то чудесное, сейчас вот чудо просто с небес спустится, манна небесная, стоит только вот поднапрячься, что-то сломать, что-то поменять, и все у нас будет. Я говорю о чем? Говорю о событиях 80-х годов. Последний раз, вот такой в серьезном мировом масштабе, множество планет проходило эту границу на протяжении вот буквально 10 лет, одна за другой планеты проходили от 80-х, начала 80-х до середины 90-х годов. И, пожалуйста, через это искушение прошли все страны социализма, победившего тогда. Увлеклись они идеей того, что мы можем сделать как лучше, вот сейчас будет перестройка, сейчас вот мы сделаем так, как у них, и мы заживем. И в истории такое повторялось, повторялось неоднократно. Еще в свое время, в 19 веке, такие положения планет, нескольких планет, которые переходили, дальних планет особенно, дальние планеты какие? Это Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, вот эти дальние планеты у них, очень большие циклы. Так вот, когда эти планеты переходили границу Скорпиона и Стрельца, это было в начале 19 века. Наполеон Бонапарт, который был одержим идеей поменять все, все законы мира, организовал свою завоевательную кампанию. Сначала ему многое удавалось. Европа, например, чуть ли не вся лежала у его ног к 1912 году, а потом после этого крах, страшное поражение и смерть на маленьком острове Святой Елены. Вот к чему это приводит. Так что, иногда лучше это враг хорошего. В последнее, из последних событий, которые связаны с данным знаком Змееносца, можно назвать переход планетой Сатурн, этой границы, а это было в конце сентября, в начале октября 2015 года. Тоже хотели как лучше. Ввязались в войну с Сирией. К чему это приведет? События недалекого будущего покажут. Ну, не дай бог, чтобы это привело к тому же, к чему привело в свое время Наполеона, его желание сделать как лучше в Европе и во всем мире. Нечто подобное также будет повторяться и в 2018 году, когда Юпитер будет находиться в это время, в ноябре месяце, на границе Скорпиона и Стрельца. Там же будет и Солнце. Вот это ближайшее будущее, когда нам всем предстоит избегать серьезнейших искушений, которые сначала будут казаться нам просто манной небесной, а потом мы будем жутко разочарованы. В принципе, очень многое, можно сказать, по этому зодиакальному знаку, но это уже, как говорил в свое время Киплин, совсем другая история. Продолжение следует...